И снова здравствуйте, уважаемые гости моего видеоблога. Сегодняшняя моя запись должна помочь вам ответить на вопрос, реально ли при бюджете в 250 тысяч рублей купить настоящий внедорожник, причем не Ниву или УАЗ, а даже вполне себе иномарку, пусть и китайскую. На днях мне поступил заказ проверить перед покупкой джип Great Wall Safe 2008 года выпуска, который продавался как раз за 250 тысяч рублей. Что из этого вышло, смотрите далее на видео. Масло в агрегате было достаточно грязно, вернее даже не масло, а его остатки, так как китайский клон старого доброго тойотовского агрегата, потел и подтекал им из всех возможных щелей и сальников. В электрике присутствуют множественные доработки уровня очумелой ручки, начиная от упразднения штатного блока управления стартером, заканчивая установкой нештатного ксенона, который доставит проблем при регистрации авто. И это при том, что фары никогда в своей жизни не видели полировки. Помимо двигателя масло подтекало из бачка гура, из правого сальника привода. На левом приводе отсутствовал хомут пыльника. Что творится внутри, просто страшно представить. Грязепылевая защита подкапотного пространства отсутствует как класс. Действительно, зачем она внедорожнику? Коробка переключения передач выглядит достаточно чистой, видимо, недавно ее ремонтировали. Передняя резина стерта практически в ноль, зато стоят относительно свежие колодки. Задняя резина в гораздо лучшем состоянии. Рама выглядит весьма неплохо для общего состояния автомобиля, но ее номер за задним правым колесом прочесть так и не удалось. Днище кузова также неплохо сохранилось, однако выхлопная система потребует серьезного ремонта. Общее состояние кузова – это, конечно, отдельная песня в минорной тональности. А здесь ситуация еще и усугубляется весьма кустарным качеством ремонтных работ. Можно встретить как родную, все еще сохранившуюся окраску, так и весьма толстую и соремонтные работы, кривые зазоры, еще более кривые, чем они были с рождения, и просто замятые детали. Интересно, а фаркоп сертифицированный? Судя по состоянию салона, автомобиль подрабатывал марсоходом на Красной планете. Огромное количество трещин, царапин, потертостей, вездесущий колхоз, открытие капота плоскогубцами, куда без этого. Кондиционер, на удивление, включается, дует, но не холодит. По слову владельца, он не холодил с рождения. Сейчас перелом, патрики. Спидометр не работает, а ну я тысяч пять, наверное, проеду. Ну, я видел датчик скорости висит. Это... Вот это полный привод, да, раздатка подключается. Я понял. Вы понимали, когда его купили? Ну, да, сцепление почти кончилось. Я понял, так... Оптика работает, да, все? Да. Это вон подружную поменяли, он стоит. А, ну, да, я увидел. Сиденья, обшитые кожей натурального китайского дермантина, давно просятся на свалку, но при этом, что удивительно, обогрев до сих пор работает. Следующий владелец этого пепелаца сможет рассказывать своим пассажирам, что это следы от пуль, ну, или дамских каблуков, кому что больше нравится. Удивительно, но факт. Все стеклоподъемники и регулировки зеркал работают. Установлена свежая акустика, во главе с мультимедиа-центром Мистери, но в целом дверные карты выглядят ничуть не лучше, чем весь остальной салон. И напоследок, самое главное, на мой взгляд, ценность данного автомобиля – его багажник. В него можно положить достаточно большое количество разнообразного груза, не заботясь при этом о целостности облицовки багажника, либо задней двери. Итак, что же я посоветовал своему клиенту? Разумеется, я посоветовал ему поискать автомобиль еще. Этот, скорее, подойдет либо на фторчермет, либо для энтузиаста очумелые ручки. Здесь много что можно сделать интереснее, улучшить, доварить, покрасить, перетянуть в салон. Но человеку нужна была машина для работы, а это явно не тот случай. Надеюсь, этот мой обзор замученного жизнью русско-китайского коня показался вам интересным и полезным. Если у вас остались вопросы, пишите в комментарии, с удовольствием отвечу. Лайкайте мое видео, подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok